Здравствуйте, уважаемые товарищи! Конечно, пандемия ударила по всем, но с точки зрения социально-экономической сферы одна из наиболее уязвимых категорий оказалась именно молодежь. Работодатели, столкнувшись с проблемами, легко увольняли молодых сотрудников. Я уже не говорю о тех товарищах, кто подрабатывал, студентах. С ними очень легко расставались. Особенно двойной удар был нанесен по студенчеству. В принудительном порядке ребят выселяли из общежития. Причем парадокс был в том, что университет, занятия продолжались, а студенты остались без общежития. Пресловутая дистанционка. Студентов посадили за мониторы, собственно говоря, но при этом они не получили в полном объеме знания. Но при этом в полном объеме собирались плату за обучение. Вы должны понимать, что, конечно, бюджетных мест очень мало, поэтому очень многие студенты учатся и платят за это. Никаких перерасчетов абсолютно не было. И только позиция партии сумела обратить на это внимание. Мы, несмотря на те ограничения, которые были, тоже обратили на это внимание. Были у нас публичные мероприятия, конечно, исходя из требований Роспотребнадзора. Вместе со своим независимым студенческим профсоюзом «Дискурс» мы провели широкую вовлеченность студентов к этой серьезной проблеме. Во все законодательные собрания мы разослали письма. До сих пор начальный учебный год уже начался, перерасчеты до сих пор идут. В Севастополе, допустим, и Екатеринбурге по данной тематике были сделаны новостные сюжеты. И вообще волей-неволей напрашиваются исторические параллели с такими событиями. Царская Россия, когда столкнулась с кризисом самодержавия во второй половине XIX века, решила пойти по такой формуле, что меньше образованных людей – меньше проблем. Вышел абсолютно позорный циркуляр о кухаркиных детях, где он имел сословный характер и просто не давал возможности простым людям получить образование. Максимум, на что могли рассчитывать крестьянские дети – это церковно-приходская школа. К сожалению, прошли целые столетия, а современная Россия идет по такому же пути – сословному характеру образования. Меньше проблем – значит, будет пусть лучше меньше образованных людей. Естественное, недостаток образования, бедственное положение молодежи ведет к росту недовольства буржуазной власти. Вместо того, чтобы развернуться к молодежи, протянуть руку, власть идет наоборот на очередные жандармские меры в борьбе с молодежью. Я уже выступал на нашем семинарном совещании в январе, как у нас борются с деструктивными так называемыми элементами в университетах. Вот, пожалуйста, новое, что прокуратура Москвы, я чтобы не быть голословным, выпустила вот такое вот письмо по университетам Москвы, оно пошло. И просто обратите внимание, что в нем требует прокуратура от ректоров университетов. Так называемый, дать анализ ситуации, они это называют вмешательством в электоральные процессы. Что они под этим понимают? Это подготовка наблюдателей на выборах, использование преподавателей, учащихся студентов для предвыборной агитации, осуществление наблюдения на выборах, обеспечение мониторинга и сбора данных о нарушениях законодательства в ходе выборов. Вот такую информацию ректоры должны предоставить в прокуратуру. Также здесь просят предоставить информацию о студентах, которые состоят в политических партиях и участвуют в протестных мероприятиях и в митингах. Поименно и в количестве человек, которым они выходят. Ну, наверное, господин Бенкендорф и Зубатов, если были бы живы, просто бы аплодировали стоя. Больше как жандармейщины, это вообще никак не назовешь. Я очень благодарен Владимиру Ивановичу Кашину на крайнем штабе протестных действий. Он распорядился, чтобы была дана правовая оценка вот таким вот письмом. Но мы с вами должны понимать, к чему мы идем. И такое, кстати, письмо есть в открытом доступе. Его выложила университетская солидарность, с которой мы сотрудничаем. И ее видный представитель, преподаватель Аграрного, Темирязевского, Санкт-Петербургского университета Ирина Трушкина, между прочим, является членом партии КПРФ. Не так давно секретарь первички МГУ вступил в КПРФ. И я к чему подводя, что исходя из тематики нашего пленума, наверное, это должен быть главный критерий в оценке наших союзников. Это их готовность вступить в ряды КПРФ. Это говорит о их благонадежности, о том, что они до конца готовы идти с нами, и о их политической ответственности. Мы, исходя в подборе союзников в Ленинском комсомоле, из такого принципа лично и исходим. Ну а так, уважаемые товарищи, завершая, я хочу от всей души вас поздравить с наступающей 102-й годовщиной Ленинского комсомола. И надеюсь, что в таком же мощном составе мы с вами соберемся 29-го числа на видеоконференции. Я от всей души вас всех поздравляю. Спасибо за внимание.